Всем привет! Делаем глубокое рыхлим. Рыхлим на две лапы на глубину до 40 см. Поле после озимой пшеницы готовим под подсолнечник. До пшеницы был сад груши, который выкорчевали. На поле еще попадаются корни, поэтому сняли две боковые лапы. Для облегчения рыхлим. Пока намерзает на тумуна. Главное, что я пробую, как назад оно отпало. А вот я поеду. Время от времени открываю. Косом под вода. Сейчас только солнышко вылезет и все, и закончим. Есть только плюс. Все, сразу же, что это крепится. Глубокое рыхление делается вместо вспашки. Какие его плюсы? Влага однозначно больше накапливается после рыхления. Даже в сухой год земля будет влажной из-за конденсации влаги из воздуха. За счет разности температуры днем и ночью. Это один плюс. Второй. Не повреждает верхний плодородный слой. И третий плюс. Экономия энергоресурсов при обработке. Поля после корчевки вспахать особенно тяжело. ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ РЫХЛЕНИЯ Здесь мнение у специалистов двоякое. Одни утверждают, чем раньше тем лучше. Сразу за комбайном пустили лучильник и можно рыхлить. Другие говорят, что лучше осенью, когда минимальное испарение. Мы делаем осенью, но в этот раз немножко не успели и доделываем ранней зимой. А этот участок после корчевки сразу готовим под подсолнечник. Выкорчевали. Задисковали. Сделали глубокое рыхление. И весной будем сеять под подсолнечник. На поле еще видно. Корни вылазят после глубокого рыхления. Выворачивает. Вот видно. Даже вот такие большие корни встречаются. Мы так еще не делали. Это будет эксперимент. Кому интересен результат эксперимента с подсолнечником, следите за каналом. У меня все. Всем пока. Четыре. Четыре. Все. Он впечатляет. Слось. Все. Все. Возвращение. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok